Туристы – это единственный способ заработка для местных жителей. Каждый день в заповедную зону отправляются десятки экскурсионных групп. По всему побережью разбросаны палаточные лагеря и костры туристов, которые не захотели остановиться в одной из многочисленных турбаз. Одновременно туристы стали главным источником дохода для тех, кто должен охранять природу Ольхона. Островное лесничество – самое богатое в Фребайкальском национальном парке. Сбор из посетителей заповедника приносит лесничеству до 900 тысяч рублей в месяц. Несмотря на это, лесники жалуются, что им не хватает людей и средств на вывоз мусора и тушение пожаров. И все, волонтеров собирается 5-10 человек, больше не собирается, отдыхающих, кто приходит. Местные жители никакого участия сейчас не принимают. Первым пожар на острове обнаружил пилот Антон Волков. Он приехал на Ольхон на все лето, чтобы катать туристов. Он говорит, ну понимаете, тушить мы не будем, само потухнет. Ну вот мы видим, прошло сколько? 28-е, 22-го 6 дней, оно само потухает, уже гектарах на 300, наверное. Областное начальство не хотело поднимать шум, но уже 24 июля им пришлось ввести на территории области режим чрезвычайной ситуации. Это означало, что лес должны были полностью закрыть для туристов. Но в итоге доступ в лес был закрыт всего на два дня. И то для того, чтобы заставить местных таксистов принять участие в тушении пожара. На два дня закрываем. Чтобы вообще никого не пускали на? На два дня. Ни этих, ни мрысовских, ни пасеки, ни кого вообще. В настоящий момент пожар практически потушен. Но остров до сих пор окутан дымом, который с непотушенных пожаров на материке приносит ветер. При Балькане продолжает гореть. Петр Шеломовский специально для настоящего времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова